Послушайте, сразу говорю, это никакой не фейк. Помните вот эту шутку, что те, кто не привились, завтра включат отопление? Учитывая, что стоит аномальная жара в Питере. Вот 34-градусную жару реально в многоквартирных домах включили, мать его, отопление. Вы представляете? То есть МЧС рассылает смс гражданам о том, что, ребят, не выходите из дома, там очень жарко, может, плохо хочется для вас, а дома шарашат отопление. Целая улица Пирогово, по-моему, в Петербурге. Вот так вот коммунальщики издеваются над людьми. Официальная версия, что якобы промывают трубы, ну понятно, что это просто какое-то извращенное продолжение политики геноцида. То есть им не получается, видимо, я не знаю, там пальмовым маслом нас травить в должном масштабе. Вот они таким вот образом решили дополнительно, чтобы мы с вами не скучали. А между тем вопрос очень серьезный. Ну сколько это безумие может продолжаться? Ну просто, ну сколько? Это просто, это даже не издевательство уже, это даже не презрение, это какое-то нечеловечное отношение. В 30 с лишним градусную жару включили, были натопления в домах. Я думаю, что вот эта фраза, что нас ничем не удивишь, мы все видели, но я реально такого не видел. Вот такого я, мать его, еще не видел. Почему профильные чиновники не ответили, да, я не говорю там о уйти в отставку, хотя это было бы абсолютно правильно, но хотя бы оштрафуйте дисциплинарно кем-то, поругайте кого-то хотя бы. Нет, власть своих не сдает, все уж это крыто, да. Бизнес, да, ничего личного, как говорится. Главный вопрос для меня, как для депутата, будут ли граждане платить за это отопление? Потому что таких калорий потрачены, да, все-таки процесс нагревателя, это же затратная штука, да. Если выставят счет, если нас смотрят подписчики из Санкт-Петербурга, обязательно пришлите мне эту квитанцию. Я думаю, что мы должны сделать иконой, просто всероссийским таким плакатом имени Единой России перед выборами в Государственную Думу, чтобы граждане знали, что это за это безумие, за это издевательство, уничтожение фактически, еще и поскорее всего заплатить придется. Я думаю, что да, я думаю, что выставят квитанции бедолагам, которые сейчас вот в 30 с лишним гражданную жару шарашат дома отопление, и они еще за него заплатят. Вот увидите. А в целом задача, чтобы за это заплатила власть. Помогите распространить данное видео, не оставайтесь равнодушными, безучастными. Помимо этого, обязательно пишите ваше мнение в комментариях и не забывайте ставить видео лайк. А на сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права. С вами был Николай Бондаренко.